Чтобы умыться, помыть посуду, Галине Петровне приходится почти час ждать, пока закипит вода в кастрюлях. Для пенсионерки это стало уже привычным делом. В ее квартире сентября нет горячей воды. Вот тазики, улью ванны, подсираю немножко, себя только. Мыться, так уж я хожу, я к дочке, за речи езжу. Дети войны, ветераны, и вот такие условия. В таких же условиях находятся сотни жителей пятиэтажки на Гагарина, 18. Четыре месяца назад там сломался бойлер. Жителям необходимо было в короткие сроки собрать необходимую сумму денег, однако сделать это до сих пор не получилось. Некоторые уже устали ждать и установили в своих квартирах водонагреватели. По управляющей компании рассказали, что в доме много должников. Именно они тормозят весь процесс, говорят коммунальщики. На Гагарина, 16, соседний дом. Буквально на этих выходных запущен горячий. Аналогичная ситуация была. Управляющая компания просто вложила свои средства. Ну, часть средств. Ну и жильцы там поактивнее. Но когда жильцы совсем не платят, да, управляющая компания тоже откуда срезать. Кроме горячей воды в пятиэтажке нет еще и отопления. Батареи в подъездах срезаны. Полотенцесушитель в ванной не греют. В середине ноября в доме начался капитальный ремонт теплосистемы. Однако завершить работы до конца подрядчик так и не смог. Управляющая компания не подготовила подвальные помещения к проведению ремонтов. После этого в ноябре подрядная организация смогла приступить к выполнению работ. При замене стояков и до сих пор там до конца не выполнены работы, не могли попасть во все квартиры. Следовательно, постоянно сроки производства работ переносились. Активные жители пятиэтажки с просьбой разобраться обратились в прокуратуру. В результате проверки специалисты ведомства пришли к выводу, что сотрудники фонда капремонта виновны в нарушении технологии производства работ. За это им грозит дисциплинарная ответственность. По словам специалистов, права граждан нарушила и управляющая компания, которая своевременно не заменила в доме неисправное оборудование. Бойлер как раз это капитальный ремонт многоквартирного дома, ремонт теплоснабжения, он как раз не за счет собственников. Это наши управляющие компании, скажем так, разводят людей в многоквартирных домах, говорят, что вот бойлер, это ваша головная бойлер, мы вам заменим, вы платите деньги. По сути, бойлер капитальный ремонт. Если дом попал в программу капремонтов, то его делают бесплатно. С этим согласились и представители фонда. Они посоветовали жителям пятиэтажки обратиться в специальную комиссию с заявлением о переносе сроков капремонта. Но для этого жильцам нужно провести собрание и договориться между собой. Тем временем завершить капитальный ремонт теплосистемы подрядчики планируют 23 января, сообщили нам в фонде. Добавлю, что закончить работы в 2016 году коммунальщики не смогли в 25 череповецких домах. Ремонт перенесли на весну 2017 года. Татьяна Жданова, Виталий Присмотров. Новости.